Мне самому не очень нравится, что моя фамилия в конце три раза прошла, но это как бы юридическая такая, обязанность, сколько я, три раза подписываю контракт с кем на студии, три раза получу, а съемочный период фильма один месяц. Я думаю, что все, кто смотрит фильм, понимают, что за месяц это снять нельзя, конечно. Снято в течение, во всяком случае, одного сезона. Я его начал осенью, а зимой закончу. Давайте, просто второй фильм тоже будет, 52 минуты. Какие перспективы показаны? Есть на Украине? Вообще, вот, как бы, перспектива в том, что я здесь его показал, это чисто моя личная инициатива, никто меня на это не полномачивал. Мне просто хотелось, я, кстати, на первозданной, ну так, рискнул и показал второй фильм, вот этот, Атау, хотя бы заявлен только с тюльпанами. Ну, в общем, вот такая политика, я же их не сам снимаю, эти фильмы. Заказ министерства, вот у нас в Казахстане министерство является правообладателем всех фильмов, которые снимаются на Казахфильме. Дальше, значит, предполагается, что эти фильмы должны показываться по телевидению. Ну, вот, с тех пор, как наша общая страна развалилась, в Казахстане все было приватизировано. В общем, как бы, я не знаю почему, но телеканалы предпочитают показывать природу Африки, Америки, Австралии. Пока еще ни один канал мои фильмы не показывают. То, что касается, вот я понимаю, что самое большое желание всей аудитории теперь увидеть их в открытом доступе, в интернете, пока это еще, ну, я не думаю, что это в ближайшее официальное время будет. Хотя, вот если честно, мое мнение не потому, что я хочу, чтобы мои фильмы увидели как можно больше зрителей, но вот у нас сейчас политика, что в Казахстане нужно непременно развивать туризм, в это вкладываются довольно большие средства, на самом деле. И ожидать, что какой-то иностранец купит, ну, допустим, этот фильм, посмотрит его и поедет в Казахстан, я, например, считаю, что это бред, да? Поэтому, конечно, идеально было бы, чтобы такого типа фильма, я не говорю, что обязательно мои, или именно этот, может быть, они должны быть другими, я не знаю. Но мне кажется, что надо просто их снимать и выставлять теперь только просто в открытый доступ. Это не такие великие деньги для страны. Ну, как вы понимаете, этот мир никак не зависит. А сам я пока и думаю, что, наверное, никогда я не смогу снимать фильмы по своему желанию, потому что в любом случае это достаточно большие вложения. Это же экспедиции, монтаж, музыка. Тут много людей задействовали. Несмотря на то, что я автор, но тут вы видели, да, достаточно серьезный список участников. Туристические компании не связываются? Туристические компании не связываются и не будут связываться, потому что я, как бы, ну, как и все мы где-то прикасался к этой теме, туристические компании хотят зарабатывать. Все, больше ничего не интересует. Вы не думали, Олег Вячеславович, о таком варианте, как краудфандинг? Я даже слова такого не знаю. Смотрите, вот в России, например, есть... Нет, ну я понимаю, ну, в общем, я ни о чем вообще не думаю, да, я рад пока, что у меня наконец появилась возможность снимать фильмы, вот. И вот меня совершенно, как бы, еще, мне всю жизнь, да, я вот как фотограф работал, мне все говорят, тебе нужен менеджер хороший, да. У меня сейчас самый лучший в Казахстане менеджер. Киностудия Казахфильм и Министерство культуры, да. Что я еще могу сделать? Я могу только снимать фильмы, надеюсь, что вот у меня еще в этом сезоне вроде как намечается. Хотя вот, ну я могу похвастаться, что вот этот фильм третий, вот Тюйпан и второй, в прошлом году был первый Алтын и Мель. Алтын и Мель уже получил призы на фестивалях. Значит, по итогам прошлого года меня объявили лучшим режиссером документального кино Казахстана. Это версия этого самого нашего союза кинематографистов. И я лучший режиссер киностудии Казахфильм, вообще. Мне даже это, честно говоря, забавно, поэтому вот после этого еще что-то говорить, что я могу. Я могу только снимать, а файлдрайзинг или как? Ну, в общем, я не знаю ничего. Это есть вот, ну, как бы, у них есть какая-то своя задача у людей, которые это заказывают. Там много специально обученных людей, я думаю, что как-то это будет развиваться, наверное. Смотрите, у нас есть Евгения Тимонова такая, которая снимает передачу, что-то вроде как в мире животных, да, но на современном аудитории рассчитанном. И она довольно популярна стала в интернете. И спустя какое-то время она объявила сбор средств на новые съемки в Австралии. И буквально там за неделю она набрала, по-моему, 4 миллиона рублей от людей, которые хотят увидеть будущие какие-то фильмы. Ну, у нее передача не фильмы, конечно. В принципе, это рабочая схема. Ну, мы как-то обсудим приватно. Все? Ага. Сколько времени потратил, чтобы снять вообще? Значит, вот случилось так, да, у меня нет архива видео. Я сейчас могу сделать любой альбом о природе Казахстана просто из своего архива. Потому что я многие годы фотографировал, просто вот сам ездил для себя образную экспедицию. У меня нет видео архива, и когда я снимал фильм «Алтын и мир», мне пришлось полфильма вообще рассказывать о проблемах охраны природы, потому что у меня просто не набралось материала. И вот с осени 2017 года, понимая, что, скорее всего, у меня все-таки была надежда, чтобы был заказ, я начал снимать. Вот осень, которая сейчас была. И вот я от осени смог снять зиму, весну и чуть-чуть летом. Потому что летом я должен был выходить на монтаж, это же... Советский Союз кончился там в 90-е годы, но вот эта плановая система, она осталась. Я говорил, мне нужно еще это снять. Сегодняшний год положено все, я там пытался уходить. Но в итоге, наверное, все равно года не получилось, но то, что смог собрать... Я не буду сейчас рассказывать о трудностях, потому что на самом деле в Казахстане не много людей, которые снимают, но очень много людей, которые стреляют. Поэтому это извечный конфликт, снять крупное животное довольно сложно. Вот я как орнитолог, мне проще, конечно, птичек наснимать, да, мелких. Но вот, ну, получается так, что все-таки нужны вот эти большие пушистые, да, я вот так говорю. Поэтому с ними достаточно проблематично. Поэтому пока, пока у меня нет возможности делать то, что, допустим, мы делали в свое время с отцом. Фильм предполагал там какого-то главного героя, мы его прослеживали, и вокруг него еще там что-то строилось. Сейчас я вот пока начал, набираю, так скажем, какие-то материалы постепенно. Думаю, если у меня случится дальше продолжать вот в этом как бы сегменте, то я планирую. Сейчас я планирую в начале покрыть Казахстан некой серией фильмов, показывающих разные регионы. Вот Алатау. Понятно, с чего я начал? Я начал с того, что у меня близко, под Алма-Атой. Когда я вышел утром, сел на машину, выскочил, что-то снял уже, да, я набираю материал. Допустим, я сейчас не рискую браться за проектом Ангышнаки, потому что мне ехать туда только пять дней. У меня съемочный период в любом случае месяц. 52 минуты набрать, ну, я знаю ход, который применяют большинство операторов. Я вот сейчас посмотрел фильмы на первозданной России, ну, там полфильма или там 80 процентов. Он либо сам ходит себя показывает, либо показывает еще какие-то персонажи. Я вообще не планирую такие пока варианты. Я хочу показывать только дикую природу и вот стараюсь брать темы, которые удастся открыть за один сезон. Вот сейчас будет фильм о тюльпанах. Я, кстати, боялся вообще браться за эту тему, потому что, ну, держать зрителя 50 минут показывать цветочки достаточно сложно. Ну, вот сейчас посмотрим и обсудим, удалось мне это иметь.